Итак, друзья, завтра старт продаж RTX 4070. И что нам известно, конечно же, по поводу 4070. Давайте читать. Короче, NVIDIA RTX 4070 превосходит RTX 3080 по производительности, но лишь DLSS 3. Короче, завтра старт продаж будет официально продаваться в магазине DNS. Итак, давайте смотреть, что же нам, значит, во-первых, утекли в сеть вот такие вот с презентации фотографии. Итак, давайте читать. Во-первых, цена будет 600 долларов. Значит, ну давайте сейчас прямо рассчитать. В России, конечно же, будет дороже, я даже не сомневаюсь. И давайте 599 долларов умножаем на 82. Итого получаем где-то от 49 тысяч рублей. Но у нас, я уверен, будет стоить... Короче, друзья, я сейчас зашел в DNS, посмотрел, сколько стоит RTX 4070 Ti. И цена на Ti начинается от 70... Прошу прощения, от 77 тысяч рублей. Поэтому я думаю, что, значит, 4070 будет стоить либо 70, либо 65, ну, минимум 65 тысяч рублей. Вот как я думаю. И то, скорее всего, будет стоить 70, почему мне так кажется. Итак, вероятно, данные слайды под эмбарго компания отправила журналистам, чтобы те изучили информацию и заранее написали новости о возможности новой видеокарты. Кто-то из представителей СМИ решил нарушить запрет на публикацию так, что всему миру стало известно, что 4070 будет иметь рекомендованную розничную стоимость в 600 долларов, собственно. Эту же стоимость ранее предрекали инсайдеры, но теперь информация выглядит более надежной. При этом стоит понимать, что цену в 600 долларов можно будет увидеть только на сайте NVIDIA. Тогда как компания-партнеры свои нереферальные видеокарты явно будут продавать значительно дороже. Ну и вот, давайте смотреть. With Frame Gen, Without Frame Gen. Ну, короче, вот с технологией Frame Gen. Причем здесь почему-то показывается именно RTX 3080, 3070 Ti и 3070. Типа увеличится с этой технологией производительность в полтора раза, чуть ли не в полтора раза. Также на слайдах, слитых в сеть, указано, что данная модель создавалась прицелом на запуск видеокарт в разрешении 1440p при частоте 100fps. Правда, есть важное уточнение. Речь идет о сценарии с активизацией технологии апскейлинга изображения DLSS 3, а не чистой производительности, которая ранее являлась более объективным параметром для оценки возможностей видеокарты. Более того, слайдов о производительности RTX 4070 без активации технологии DLSS или третьего поколения просто не существует. NVIDIA демонстрирует производительность карты только с апскейлингом. Короче, друзья, Games with Frame Gen. Почему постоянно они включают Frame Gen? Ну, типа, да, увеличится. Но, друзья, у компании NVIDIA, как всегда, будет все расти. Да, но вспоминаем презентацию RTX 4080 и там производительность, ну, короче, в своих графиках, допустим, они показали производительность, будет увеличить чуть ли не в 5 раз в Cyberpunk, а в реальности там небольшой был прирост, ну, я не знаю, ну, там может быть 20-30%, что, в общем-то, естественно. То есть не в 5, не в 6, не в 7 раз, как они пишут на своих, значит, вот этих презентациях. Добиться такого результата удалось за счет простой хитрости. RTX 4070 оценивается технологией DLSS 3, тогда как в 38 работает исключительно с DLSS 2. Ведь третье поколение технологии доступно только на видеокартах поколения, ну, 4000 серии. А так как DLSS 3 гораздо более эффективна, чем DLSS 2, то и результат выходит вполне ожидаемый. Также на слайдах указано сравнение с видеокартами RTX 3070 Ti. Ну, вот, допустим, сравнение с 3070 Ti 4070 в два раза производитель, в два раза карту. Но, опять же, это не точно. Я предпочитаю не верить, а ждать официальных тестов. Остается лишь надеяться, что журналисты, которым отправят данную видеокарту на тестерное, проведут испытания и без DLSS технологии, чтобы показать реальную возможность новую видеокарту. Друзья, короче, ждем завтрашнего дня и всех тестов. Вот, ссылка на статью будет в описании. Всем пока, до свидания.